59-летняя Алтынай Хаукей вторые сутки находится в палате хирургического отделения. И только сегодня женщине хоть и с трудом, но удается вставать с постели. В больницу ее доставили сразу же после нападения. Двое хулиганов, по ее словам, были намерены ее ограбить и жестоко избили прямо на рабочем месте. В понедельник я, как и обычно, была на работе. Я продаю мебель. С утра заходил молодой парень, смотрел диван и спрашивал его цену. Сказал, что у него мало денег. Я пообещала ему скидку. После он ушел. Заходило еще много клиентов. Я выходила на улицу и заметила, что этот же парень сидел напротив магазина. После он опять зашел, но их было уже двое, и они были какие-то возбужденные. Я засобиралась домой. Как вдруг один из них снова зашел и сказал, чтобы диван я ему отдала даром. Я отказала. И тут он начал меня душить. Нападение на пожилую и беззащитную женщину произошло вот здесь, в этом мебельном магазине, в котором она работала продавцом. Как сейчас вспоминает пострадавшая, двое молодых людей следили за ней с самого утра и неоднократно заходили в этот магазин. Напасть на нее они решились в тот момент, когда здесь никого не оказалось. К слову, происходило все это около трех часов дня. По словам пострадавших, хулиганов было двое. Один стоял около дверей, второй же тем временем принялся душить ее. Все происходящее она вспоминает с трудом, так как несколько раз теряла сознание. Женщину жестоко избили. Удары наносились по всему телу и голове. На лице были ушибы ссадины лица, ушиб носа, ушиб поясничной области. Значит, сразу же была произведена рентгенография черепа носа, осмотренной специалистами, невропатологом, лор-врачом, окулистом, травматологом. Установлен клинический диагноз сотрясения головного мозга, ушиб носа, ушиб ссадины лица. Сразу же после нападения родственники женщины обратились в полицию. Говорят, надеялись, что преступников поймают по горячим следам. Спустя уже двое суток после избиения на место происшествия полицейские все еще не приезжали. Сын пострадавший в полицейский участок приехал сам и узнал, что факт нападения даже не был зарегистрирован. Я им сказал, какой-то такой потерпевший. И они, едва пошевельнувшись, взяли с заднего стола заявление. Он уже не был зарегистрирован ни в чем, нигде. И они после этого начали на второй этаж подниматься и регистрацию начали. Сын пострадавший принялся расследовать дело сам. Попросил видео с камеры наружного наблюдения в соседнем магазине. Вот по этим кадрам и опросам свидетелей он в одиночку вычислил нападавших. Причем в совершенном злодеянии они сами же и признались, говорит он. Один совершеннолетний, один несовершеннолетний. Ему 16 лет, в который мамку избивал мальчика. И он 16 лет ему. По статье, ну ему тоже грозит. Но они взяли допрос и отпустили, как милю ангелочка. Меня просто это смущает. Как органы не принимают никакие меры, что они виноваты. Но они сто процентов признают свою вину. Между тем, прояснить ситуацию журналистам в полицейском участке отказались. Сын надеется, что дело все-таки будет рассмотрено согласно строгости закона. Из-за слезы, боль матери, виновные ответят. И чтобы от рук хулиганов больше не пострадал никто. Алтыншаш Смогулова, Рашид Шукуралиев, телеканал Алматы.